Мы из магазина уже. Ты один? Отлично. С открытием сезона. Ребята, всем привет! Наконец-то наши ворота открываются. Сезон весна 2023 открыт. Надо вздать чуть назад. Ребята, всем привет! Мы сегодня приехали опять на дачу. И мы сегодня будем заниматься раскопками. Ну, сегодня день необычный. Мама сказала, что плохая погода была. Но все уже почти высохло. Но мы будем копать раскопки прямо сейчас. У меня в руках металлоискатель. С помощью него мы будем искать железо. И будем копать. Да, поехали. И всем приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, ребята, все. Начинаем нашу первую расходку. Что-то большое. Где-то крот ползает. И завтра мы пойдем на магнитную рыбалку. Что-то тяжело. Смотри. Угу. Так. Во-первых, надо вот эту затянуть. Чтобы он тебя не падал. Теперь смотри. Не отпусти. Вот так надо. А, вот так. Вот так. А, теперь я понял. Вот что-то как тяжеловато. Тяжеловато. Тяжеловато, да. Семен, улыбнись. А я улыбнешься. Не улыбнешься? Дай пиццу. Ребят, всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну, мы можем сказать, что мы официально вступили в весну 2023 года. Нас вдруг крот еще роет наше растение. Да. Друг крот. Друг крот. Можно его по-другому назвать. Те, кто меня понимает. Вчера вечером мы приехали. Было сухо. И вдруг, откуда ни возьмись, посыпался снег. Снег шел всю ночь. Насыпало его, наверное, за ночь пару-тройку сантиметров. И мы с моей мамочкой хотели снять ролик про мой любимый метроискатель. Я сейчас. Вот. Одним словом. Я посмотрел прогноз погоды. Посмотрел, что на следующий день будет плюс восемь. И слава богу, все растаяло. Осталось так вот пару маленьких кучек. И бог бы с ними. О чем сегодняшнее видео? У нас есть несколько новостей. Можете поздравить меня. Я гипертоник первой степени. Я уже как неделю употребляю таблетки, меряю давление. Ну, что поделать. Жизнь такая. Надеюсь, я выздоровлю. Ну, и наш друг Род, как сказал Семен, он опять вернулся. Мне кажется, он не один. Ну, мы покажем, что есть. Будем готовить оружие. А у Семена новое развлечение. Как называется? Металлоискатель. Да. Это металлоискатель. Это мой металлоискатель. Он у меня уже, наверное... Может, ты мне его подаришь? Много-много лет. Но я с ним не так часто выбирался в лес. Может, ты мне его подаришь? Да, конечно, подарю все. Спасибо. Это самый лучший подарок в моей жизни. Да? Ну, все. Видите, как мало ребенку надо для счастья. Ладно, не будем затягивать. Идем смотреть очередные наши кучки от крота. Ну, и мы с Нелли планировали сегодня снять спонбонд в нашей теплице. Посмотреть, что там. Что там, да. Потому что там тоже могут быть друзья, мыши, кроты и все, что... Да, мыши открыты тоже самое. Мыши и кроты тоже самое. Все, погнали. Да, все, погнали. Пойдемте, посмотрим кротов. Вернее, куча от кротов. И пойдем в теплицу. Ну, смотрите. Далеко ходить не пришлось. Вот они, очередные кучки. Вот нога провалилась. Раз, два, три, четыре. Здесь вот как ход идет, нога вот проваливается прям по этому ходу. Понятно, что земля сейчас водонасыщена. Но они уже здесь. Помимо этого, они пришли сюда вот к нашим молодым туям. Ну, они там и были. Они там и тусили. Да, они тусили здесь и в том году тоже. Но самое противное, что... Это избыточная влага. Это избыточная влага, которая там собирается. Здесь вот тоже... Прям дыра. Да. Надо будет сейчас, может быть, прям земли возьму и насыплю. Она уже чернеет. А, да, она уже чернеет. А это, кстати, мокрыжий на сайте. Да, мок. Тут вот маленькие дырочки какие-то это. Ой, а это что такое тут сидит? А, там лук какой-то. Ох, я-мою. Да, Ася. Смотри, как земля. Ну, правда, все сюда стекает. Да. Все же в низинку. Наши грядочки. Грядочки, да. Кстати, где-то мы чеснок посадили. Вон, видишь, салат опять взошел. Скоро кушать будем. Да. А где мы чеснок посадили? Наверное, здесь. Наверное, да. Или вон там. Огородники. Или вон, вон там. Посадили, да, скорее всего. Гуси прилетели. Так. Так, мне надо обойти эту лужу, потому что у меня не резиновые сапоги. Не знаю, может подсыпать земли. Не, не надо, Антон. Но она так и должна быть чуть-чуть в ямке. А вот клематисы, кстати, все вообще в воде стоит. Бедолаги. Они так не любят воду. А вот здесь почему-то все опять. Ну. Скопилось. Будем надеяться, что в ближайшее время они... Ну, хотя бы, чтобы за неделю это все сошло. А то они сгниют там корни. У шелковицы уже, ух. Да, уже выше тебя. Посмотри, такое ощущение, что все за зиму выросло. Ну. Не, мы просто по зиме ходили выше всего этого по снегу. А уже... Да. Вот этот куст тоже разрос. Все понятно, куда вода стекает. Все сюда. Абрикос еще один. Сосна вообще здоровенская. Но. Была малышка. Иди возьми. Ну, иди раздевайся, иди домой. Так, ладно, я пойду покажу вам еще. Норки. Да, сыренько на участке. Неприятно ходить. Так, возле дома, в общем, грядка цветочками. И они, конечно, все тут перерыли. Вон, молодилы перерыли. Здесь у меня примуло. Я, честно сказать, думал, что его затопит, и он уйдет. Вот. Вон там хост у меня сидела. Здесь гвоздика. Вот здесь, кстати, у меня вот в этой куче была луковичная. Что-то посажено, не помню, как называется. Ну, в общем, он тут делов натворил. Почему-то именно здесь. Здесь, наверное, червячков много. Поэтому... Папа, спасибо, что подои. Ну, все равно я планировала ее полностью переделывать. Сажать сюда что-то новенькое. Домой зачем? В Москве нельзя с металлоскателем ходить. Может быть, даже и к лучшему. Все равно переделывать. А вот, кстати, где больше воды стоит, там он не появляется. Ну, хотя вон тоже. У меня нет. Раз, два, три, и вон четыре. Скошенный пиончик. Ну иди раздевайся, сынок. Первый раз я выгнал телегу в этом году. И зачем? Правильно, за землей. Потому что, что кроты, вода, все угробило. Надо спасать. Спасать все. Нелли, за мной. Что, застрял? Нет, ты подержишь сейчас дверь. Ага, давай. У нас тут образовался небольшой прудик. Ой-ой-ой, тяжелое количество. Сюда ближе встань. Да я вот так. О, хорошенькая. О, хорошенькая. Валерка, да, все переживал, что земля не черная? Да. Да, жирненькая земля. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Надо вход засыпать щебеночкой. Ой-ой-ой. Да, потому что здесь общее половодье. Слушай, у нас навоз там еще есть конский. Его тоже надо будет рассыпать. Вот без дорожек мы бы плыли бы по земле. А так как сейчас есть дорожки, можно свободно передвигаться. Так. Сейчас я. Начиная подсыпку. Даже и не планировал этого делать. Рыжий уже вот нас сал, уже ту и почернели здесь. Но это проблема зимы. Надо будет укрывать их, иначе он продолжит это делать. Корневую систему, ту и она достаточно поверхностная. Поэтому немножко подприкроем. Так. Вон вход. Сразу. Он уже есть в воде. Ну, ему не мешает этой крысе портить наш участок. Кроты. Он тоже. Вот это вырежет. Нет. Это ужас. Это только первые дни весны он адаптировал, реанимировался тут. Вот. А дальше что будет? Нет, нет, нет. Мы ему не дадим расслабиться. Он погубит все. Да. По осени они активизировались. Будем бороться. Будем бороться. Ребят, сейчас обнаружили вот в этой луже. Мы делали подрезку. Я оставлял эти корешки на самом деле на шашлык фруктовый. Вот. Но смотрю, что-то Нелли говорит, смотри. Говорит, почки. Это смородина, похоже. Сейчас самая первая проснулась, потому что на ней такие плоды. Пойдем до смородины, дойдем, сверимся. Пойдем. Вот, подошли к одному из наших кустиков смородины. Ну, похоже, да, что это она. Как думаете, если воткнуть это в землю, то будет расти или нет? Будет. Она же черенкуется. Черенкуется. Вон, в грядку воткни, в пустую. И? Ну. Потом пересадим? В моей пересадим. Может, корни пустят. Ну, давайте рискнем. Тогда мы и узнаем, что это. Давайте рискнем. Дело, конечно, благородное. Уйё, провалилось. О, а там вон у меня еще этот. Да он умер. Подожди, где-то мы чеснок сажали. Вон там. Вон, видишь, он уже взошел. А, ну да. Чесночок, чесночок. А вот это не он? Нет, это не он. Мы сюда сажали чеснок. Так. На 45 градусов землю надо. Под 45? Да. Хорошо. Пусть будет под 45. Еще принесешь? Принесу. Неси прям всю кучу. Потом продадим. Да, мы... А, у нас же тут еще и ирисы сидят непосаженные. Вот это здорово. Сейчас покажу. Вот они. Вот они. Вот они. Вот уже тоже взошли. Здорово. Посадим. Попозже пересадим их. Ох, сейчас фокус. О, красавчики. Да, работа непочатый край здесь у нас. Вон, травка перегнила. Прямо сюда землю засыпем. Это грядочки. Еще я очень хочу вот на это место, где у нас пустырь образовался, поставить еще одну теплицу. И выращивать только огурцы в ней. А в той помидоры и перец. Ну, может баклажаны когда созрею сажать. Ну, что-то пока мне не очень нравится это занятие. Там домик вырос. Тишина. Птички поют. Черенки. Слушай, ну это не могла быть смородина вся. Это вся смородина. Откуда это? Откуда еще? Да. Черная. Мы так много срубили. Да. Ребят, ну вот получилось только черенков. Которые, в принципе, у нас смородина не так хорошо растет на участке. И мы попробуем все-таки ее взрастить. Ну, втыкай в эту грядку. Потому что, ну а почему бы и нет. Ну да. У нас покупать мы не покупали. У нас, в принципе, плодоносит только один куст. Нормальный черный. Поэтому давайте попробуем. Вот. Красота. Ребята, ну смотрите. Получилось, что у нас очень много смородины. Не знаю, как так вышло. Ну, природа, видимо, сказала, что не покупайте новые кусты. Мы вам дадим из старых побегов новый урожай. Ну посмотрим, что-то приживется, а что-то нет. Да. У нас смородины, в принципе, один куст только более-менее нормальный. Остальное все так себе. Вот и посадочками занялись. Да. Ранняя весенняя посадка смородины. Черенкование. Да. Неожиданно. Но буду надеяться, что хоть что-то приживется. Раз они просто в воде стартанули. Похотелось жить. Да. Значит, все будет хорошо. 14-15 кустов смородины, как с куста. И вся уже в почечках. Прелесть. Ну что, в теплицу? Да, пойдем в теплицу. Редактор субтитров А.Семкин ребята пришли на проверку как отходят наши воды ну пока вот то что вижу здесь пока они похоже собираются здесь со всего участка вот а здесь уже можно сказать прямо она так конкретно уже подошла потому что вот здесь было все прям вот так и глубоко вот это уже часть все сошла она сейчас уже идет таким маленьким ручьем каким-то вот но я думаю здесь проблема в том что здесь вот есть места где нужно просто под открыть чтобы вода лучше уходила она встала здесь вот похоже из-за того что я вот эти моменты здесь об сразу пошла ну что вода ушла здесь уже остались так небольшие остаточки сейчас вот здесь вот прочищу немного потому что смотрю что здесь под забилось немного сразу вода пошла хорошо вот все равно здесь куча для перегноя так как бобры на болоте как говорится а это уже следующий день сегодня мы поедем домой пораньше семен был опять на больничном поэтому нужно приехать домой повторить уроки но перед этим нужно сделать очень важное мероприятие вот видите здесь валяется обрезки вагонки это ветер а сегодня но к сожалению я не успел от момента заснять я утром проснулся у нас на участке было полно воронов вот такого размера и сорок вот с такими хвостами красивейшими мы насыпали им вчера немножко ну как и мы насыпали собакам еды но они решили съесть вместо собак у них была здесь драка и вот доски которые здесь лежали на терраске они тоже почему-то решили побросать ну такая вот птичья развлекуха поэтому мы само собой чисто приберем но сейчас на или дойдем до наших луж которые мы вчера осушали пошли конечно это не канал деревенского блокнота на котором все превращается в чистоту и порядок но в принципе результат не заставил себя ждать как это называется вот клематис 1 уже из воды вылез вот клематис 2 еще немножко в воде в принципе я уже там даже не смогу ничего сделать сейчас пойдем посмотрим с той стороны может там что подзабилось может быть и получится что-нибудь да нет в принципе там ручей в пол ручья как говорится упал глубина его позволяет оттуда принять воду но вода не уйдет уже оттуда поэтому ну как есть будем ждать просто общего понижения воды на участке в принципе прошло не так много времени как сошел снег это нормально сейчас это все уйдет начнет расти первая травка подсушится ветерок и все ну и ручьи вот эти само собой надо будет закопать потому что они нам в принципе здесь не нужны ну что забираем из нашей теплицы инвентарь это первая ночевка была телеги 100 с того года и лопаты работа также с того года и и сейчас мы подышим тепличным воздухом немножко и пойдем наводить порядок и собираться домой следующие выходные я думаю уже будет все посуше значительно получше поинтереснее и мы приступим к засыпке земли в теплице чё редиска да нелли говорит редисочку редисочку да да может быть посадим редиску чтобы уже к майским праздникам что-то у нас было может быть может укропчику экспериментально да можно укропчику кинзы подсыпать как бы чтобы уже к майским праздникам собрать свой первый урожай ну и пойдемте посмотрим как там наши эти смородиновые кусты следующий день пришли посмотреть как наши черенки конечно вряд ли они засохли бы у меня за одну ночь но вот по рекомендации нелли под углом 45 градусов мы решили вот засеять такую полянку будем следить за ней до наверное конца мая и в конце мая мы их уже тогда наверное будем пересаживать потому что в принципе черная смородина здесь очень хорошая остальные сорта так себе они себя не показали не реализовали но может быть от новых побегов они пойдут по другому поэтому у нас первые наши черенки это все ребят на видео обратили внимание что мы дрова перевезли вот нашу кучу где мы жьем мусор у меня планы на этот год я хочу заказать себе хотя бы просто куб может быть два дров если вот мне нужно делать шашлык там либо еще что то я просто хочу иметь бревнышки наколотый мусор мне вот этот уже все сказать надоело жечь это вот последние остатки с нашей стройке поэтому я это просто сожгу нужно будет там костерок разжечь ну возьму оттуда пару до дощечек а так скорее всего приеду просто подожгу и все и забыли так что не обращайте внимание в ближайшие дни он исчезнет здесь у нас такой получился металлический уголок но в каком смысле мы здесь долгое время собирали металл который но у нас оставался после поломки каких-то предметов мангалов стульев беседок но я понял что этот угол превращается просто в хлам и в том году у нас была ситуация мы вывезли весь мусор вернее сожгли который был за домом вот в этом году я не искал тоже самое сейчас чуть-чуть устаканится погода я вот все что похоже более-менее на трубочки я все это соберу все остальное все в мусорку перестаю заниматься накопительством это просто приводит только к одному бардаку поэтому этот уголок тоже придет в полный порядок и здесь будет красота ребят ну закончились наши выходные первый день был снег но к вечеру погодка разошлась второй день пасмурно но ничего ветра нет достаточно комфортно уже не зима уже ничего нет хотя у нас есть в холодильнике в морозилке всем еще вот такая сосулька с этой зимы так что мы ее будем хранить все лето еще подписывайтесь на канал приятно что вы с нами бабуль тебе просто привет потому что ты наверняка посмотришь бабуль бабуль ну хейтер мамуль папуль люблю новые буреги но пасаран скоро начнешь сезон все всем огромный привет любви вам удачи а мы поехали работать в москву домой пока пока о да о да работайте работать и работать а еще в школе учиться в первом в москву